Подобные соревнования это неизменная буря эмоций. Вот один спортсмен расстроенный, едва сдерживая слезы, уходит с ринга. Другой, напротив, получает поздравления товарищей с победой. Год от года в открытом Кубке Ленинского муниципального района по рукопашному бою принимает участие все больше команд. В этот раз подмосковным и столичным спортсменам присоединились бойцы из Курской и Тульской областей. Уровень вырос достаточно хорошо. Даже если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году был не такой уровень, как в этом году. Много народу приехало, с Голицына приехало, с Дмитрова приехало, с Солнечногорска. Достаточно сильный уровень, знаю, что много мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта на данных сценариях. Также есть и новички. Андрею от Ришка всего 8 лет. Он занимается в спортивном клубе «Рубин». Раз за разом Андрей уверенно кладет соперника на лопатки, а рядом главный болельщик – мама. Жадись, Кабрай! Время, что? Сам Андрей считает, что подобные соревнования – не только способ сразиться с соперниками, но и отличная тренировка, где побеждает и тот, кто лучше подготовлен, и тот, кто умеет мыслить тактически. Что можешь сказать о своем сопернике? То, что он тоже хороший, только я его перебил борьбой. Я сомбист, и я люблю бороться. Я не люблю биться, я люблю бороться. У старших борьба идет жестче, а потому и травмы тут – дело обычное. Тем не менее, после получения необходимой помощи, боец вновь отправляется на ковер. В клубах Ленинского района занимается более 200 детей. Только в прошлом году многие из них принимали участие в шести соревнованиях всероссийского уровня, откуда неизменно привозили призовые места. Наши спортсмены достаточно высоко котируются, растет новое поколение, которое, надеюсь, будет только улучшать и увеличивать славу Ленинского района, как именно рукопашного боя. В нынешних соревнованиях участвует почти 500 человек. Оснащение Дворца спорта «Видное» позволяет без проблем проводить столь массовые спортивные мероприятия. Тем не менее, у руководства города уже есть планы по дальнейшему развитию «Видного», как одного из спортивных центров Подмосковья. Город растет, и городу одного комплекса мало. Я знаю, что глава района Олег Владимирович Ромов очень серьезно продумывает вопрос о строительстве либо за счет инвестиционных средств, либо за счет муниципальных еще одного спортивного или физкультурного комплекса. Не важно. Главное, чтобы было таких площадок побольше. По окончании соревнований был подведен итог в общекомандном зачете, где места распределились следующим образом. Первое место – Ленинский район, второе место – город Красногорск, третье место – город Ступино. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.